ребята доброе утро всем надо нам ехать сейчас черкас и мне надо в автосервис заехать поменять одну резинку короче там машине собирались вдвоем ехать никого уже не хочет горит яйцам потому что ведь мне солнце на плохой приснился что ты мне что дело то что я изменяю представляете я изменяю вообще жестяк так ты сейчас не поедешь я поеду и сундуру там в натуре будут сменять с этом с мастером автосервис мастера фломастера пипец так впадло вставать с 8 часов 30 минут ребята джой же сидел для у нас тут лопнула этот душевая ребята я не знаю что делать помогите может вы кто-то что-то знает если течет течет душ в душевой трещина вот такая где-то сантиметров пять сам поддон на поддоне трещина не значимее закрыть я уже к сантехникам обращался не горят надо менять целый поддон но я знаю может быть как-то делали и это все то устраняли там каким-то ремкомплектами хрен пойми так не хочется вставать ё-моё вообще не хочу ладно надо вставать не уходи нет надо втирать другая надо втирать вам тебя займись его снимается да да то есть список вот ребят трещина вот такая вот трещина представляете и она серьезная, блин, большая вот трещина еще идет но это не такая большая короче, хрен пойми, что делает придется вообще вот этот весь поддон то ли менять может кто-то сталкивался с таким ну короче, вот так сейчас иду на новую почту ветер дует, не знаю, хорошо меня слышно или нет, в общем я вам потом объясню, почему я сюда пришел что пришло пришла очень интересная посылочка я думаю, сейчас вы все увидите продавец мне говорил, что они новые запечатанные новые, вообще нулячие просто с магазинов уже видим какие-то старые, да, вообще грязные вы видите, какой цвет даже видно, что уже не тут коробка даже какая-то грязная шнурок есть, есть но все равно я вижу, какие-то они уже грязные это уже немного сейчас посмотрим проверим ну видите, уже есть следы царапин, то есть его уже носили а говорили мне еще не новое то есть я не верю в то, что это новые вообще наушники есть следы использования зарядки вы видите сами кто-то уже заряжал то есть они не новые они уже были в использовании, и вы сами видите да, они уже были в использовании вот так вот продавцы на OLX и ребята рассказывают, что это полностью запечатанное и новое то есть по состоянию даже видно, что это не правда а так это да, это оригиналы на самом деле это оригинальные наушники просто знаю, как проверяем в общем, смотрите, чтобы вы понимали, какая история Ника просила, упрашивала наушники купить AirPods есть вторую версию, да, AirPods 2 она все-таки заказала их, да но не оплачивала слава богу, она не оплатила ничего Женя, пожалуйста, проверь их продавец мне сказал на сайте OLX, что они на самом деле новые говорит, полностью запакованные, упакованные полностью нулячие, ребят по нормальной сладкой цене на что я, конечно, засомневался сильно говорю, хорошо, говорю вы же знаете, я говорю, мне на почте не дадут вскрыть слюду то есть, я говорю, боюсь так покупать, мало ли что я говорю, вскройте мне ее вы можете, я говорю, вскрыть ее дома, снять мне видео ну, серийный номер, чтобы я это все видел он, да, без проблем он берет, распаковывает, показывает, как он берет новые наушники снимает вот эту вот слюду, короче, которая заводская, эпловская вот эта вот вот эта вот все номер все совпадать высылать мне наушники я только что смотрю ребята они уже ну вы видели они уже были в использовании то есть они уже не новые я не понимаю как это делается скорее всего они сами как-то запаковывает эту следу в общем будьте осторожны очень осторожно будьте потому что вам могут впарить пипец и видите он до последнего горит без предоплат нем всего на ложечкой никаких денежек мне не надо то есть он вас переубеждает настолько что сделка состоится что наушники на самом деле оригинальное все наушники реально оригинальные но они были уже в использовании я принципиально их не хочу брать потому что продавец соврал уже сказал что они новые распечатаны то есть сделал целый клоунада мне разыграл но я принципиально не хочу брать потому Потому что можно ждать еще каких-то сюрпризов. Будьте аккуратны. Сейчас Ника, конечно, расстроится. Ника. Чего ты меня не спрашиваешь? Как дела? Тебя, наверное, мучает этот вопрос с наушниками. Да, прям, я знаю, ты в таком ожидании. И смотрит. Ребята, смотрит на руки мне. Где я мог их положить? Что ты так не рады? Ты прикинь. Херня. Оригинальная, реально. Я проверял их, но они оригинальные. Но они не новые. Они старые, затяганные, блин. Он умудрился всунуть в новую упаковку грязные с царапинами наушники. ну то есть вот этот вот блочок сам зарядный прикинь в грязной пленке в грязной не в новой он нам показывал я не понимаю как он так сделал нам показал как он распаковывает ее слюду снимает с коробки новые я поснимал чуть-чуть до 100 шумов быстренько на телефон поснимал ну просто я принципиально не взял из-за того что они но зачем обманывать понимаешь если бы я взял а вдруг там какие-то другие сюрпризы дальше проверяю один наушник сто процентов заряжен 2 на 3 процента странно весь вероятность того что в самом блоке может быть какой-то канал отходить не заряжать но ты представляешь я ничего сейчас не писал я отправил назад и сказала их забирать не буду сейчас я ему напишу ты прикинь да не на час другие будем туда заказывать так ребята ты прикинь какие блин люди как они умудряются запаковывать в слюду полностью как новый распаковывать перед вашими глазами а потом блин оказывается внутри старые потертые для наушники я посмотрел этот блочок его видно новый а положить старые да скорее всего таки было еще наушники пробиваются как airpods валерий то есть ими уже пользовались но новыми наушниками с пачки ты когда достаешь меня зовут не валерий его зовут валерий тот который мне продавец отослал они у меня высвечивается их только подключаешь открываешь бокс они вторички подключается к bluetooth и написано airpods валерий то есть он ими пользовался собака дикая вложила их блин в новую упаковку прикинь отправила мне думать я лог печальный гусь блин сейчас другие будем искать ты ждала я знаю ничего найдем и по поводу душевой но ты представляешь говорят новый покупать поддон зашел 3000 гривен плюс это все менять но это пятерка тысяч будет ремкомплекта нету сказали 800 гривен где-то сейчас буду в интернете заказывать этот ремкомплект короче жесть смотри внимательно поближе даже что ты понимала как ну вот ребята вы все видели вы смотрели видео и ваша оценка можно бушного человека купить за 1500 бушный в идеале он человек предлагал за четыре месяца наушников парень мне предлагал говорит забирайте у меня с чеком чеком с документами говорит ну да с чеком из документами четыре месяца такой как купил а при них как я я их открываю не коли вот так вот открываю коробку а там грязные это они это понятно ты прикинь как я открываю там вот этот вот пленка в которой он завернет она грязная вся черная я открываю эту пленку этот блочок белый весь грязный поцарапанный как в упаковке в которой никто никогда на заводе не не открывал я просто автоматически закрываете все да будьте осторожны вам могут полю глаза кидать высылать вам что вам распаковывает вашу же пачку на самом деле он ее сам мог прям просто запаковать да опасно я не хочу запакованные со следой брать у людей лучше тогда в магазине какой-то но в магазине ребят он дорогой в магазине эти наушники сейчас у нас стоит 5300 гривен чем вы понимаете а мы нашли якобы за 2000 гривен говорит все запаковано верит у меня 10 пачек я купил их телеграм-каналя но разводила маленькими вот так не попадает настолько на чтобы прислать из царапану коробку прислать из царапан и грязный обосранный блок были наушники и скотцами сившими какие еще и пленка отца просто ну надо чтобы ты крупным планом сфотка вот эту пленку блин это прослав чтобы люди понимали по какому поводу я возмущаюсь а я тоже ты думаешь у меня вообще я как открыл не у меня глаза чуть не повыкатывались ладно там десь как новый как новых наушниках может быть грязная пленка с поцарапанным кейсом полностью поцарапанными наушниками я еще посмотрел наушники думаю может там от ушей блин а серая еще блин а торчи то не было слава богу наверное додумался вычистить как он их не обосал и не обосрал еще я хрен его знаю но я же такого не встречала я тоже жестяк жестяк и моно меня злит человеческая наглёж наглёж человеческий я не расстроена из-за того что я их не забрала ничего страшного мы сегодня жене поднимемся женя выберем и не другие какие-то в жене там писали пару человек пару вариантов что жене тоже нравилось мы выберем новые подождем еще три дня заберем суть не в цьому но в отношении помнишь женя чувака який присылал нам коляску оце совесный человек понимаешь я его до сих пор помню я его буду вспоминать я не могу словом дуже долго человек все объясняет все показать у коляску каждый сантиметр каждый миллиметр все снимал на видео ребят показали как он упаковывает потом как отправляет упаковывает потом показали как он отправил потом спрашивает что доехало я где ну просто вот это ну человек а как можно быть от такими наглыми борзыми собаками семнадцатилетними 17 лет уже быть таким наглым workout ну в натуре и на шо расчёта в 17 лет тогда мальчик программу ночья шо раск scalable но через то я х если ты думаешь тут arsen�� забирать здесь брать такие ночники ты не забираю такие ночники то кто меня можно забрать такие ночники вместо честно я даже не себе это правда не может понять Ну и все. Я просто поражаюсь от злости. Хорошо, что меня там не было, Женя, я тебе хочу сказать. Хорошо, что я туда не пошла. Я хотела сегодня в место Женя тоже сходить, но Женя сказала, не надо оставаться, чтобы сделать мне сюрприз, принес ли они их или нет, потому что я сиду и их жду. Я Женя разбудила с самого утра, в 9 утра, чтобы он не шел на почту и забрал наушники. Они мне даже снились. Я их три дня ждала и они мне сняться каждую ночь, потому что если мне очень сильно что-то хочется, я потом постоянно про него думаю, и оно мне даже спится. И это тебе и все. Можно, буду делать видео. Ну все. Агент. Ё-моё. Вероника. Что? Тебе там пришли. Кто там? Я не знаю, фанаты. Хорошо. Иди выйдь, да, прикинь. С подарком? Да. Говорят, Веронику хотят увидеть. Где? А? Чего? На, задик. Ну ладно, пришли, у них это с подарком. Ну что? О, зачем ты сухарика купил, я теперь их тоже буду хотеть. Я сухарики себе купил. А потом у меня живот будет болеть. Это мой любимый уже Хугатый. Раньше была корона, теперь Хугатый. Катя, ты взяла или что я люблю? Да. Это быстро, быстро морозилить, быстрее. Мне девочка написала, тебе нельзя эти... Какие вот? Я уже привыкла, что и куда ты, что мне ничего нельзя. Нет, девочка написала, что тебе нельзя газированные напитки, вообще беременные. О, господи. Прикинь? А знаешь почему? Потому что потом при рождении... Я Диро оно-то взял? Да. Потому что при рождении ребенка у него будут колики, прикинь? Я надеюсь, что это будет... Потом будет болеть животик, и мы не сможем понять, что у него. Так что говорит, вообще не пейте, короче, газированную воду. Ребята, я не знаю, правда или не правда, вот мне Даша, девочка одна написала, что... Я думаю, ты не будешь их пить. Я думаю, ты не будешь их пить. Ну действительно, эта девочка уже второго ребенка рожает, чтоб ты понимала. И она же знает уже. А мне интересно, а мне все не делают, что мне будут писать в эту пищу? Ну ты пойми, что люди знают. Ну так... По ягодам. Что-что? Что-что знают, я делаю. С кем? С кем? Ну как это, блин, а? Как это, что хочу, то и делают. У тебя нет опыта, надо слушать тех людей, которые знают. Как это? Они создают. Ну это ж не мама, а не сестра, что я буду их слушать. Ну как это, какая разница? Надо прислушиваться ко всем. Я не хочу прислушиваться ко всем подписчикам. А в чем? Ну просто, потому что я вот такая плохая, непослушная. Я хочу быть плохой для твоих подписчиков. Да? Они вредные, да? У меня такой образ, я хочу сохранить образ, как у Шапи Катания. Я хочу быть плохой. Я хочу, чтобы меня ненавидели. Ого, ничего себе. Поэтому я не буду их слушать. Да? Да. А я всегда их слушаю. Я свою аудиторию люблю. Ой, 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 ты явно не Моренштерн. Нет, за Моренштерн ненавидит их всех. Морен всегда привет, ублюдки. Всех, да? Он уже из ненависти вот этой вот сигнал. Вы не Моренштерн ненавидит всех. Не, я только расистов ненавижу. Ну именно тех, которые за убийство нашего народа. Все. А так я нормально ко всем отношусь. Главное только не расистов. Я сейчас так много потратил. Ммм? Как? Почему не нужно? На ногу потратил? На ногу, а у нас теперь осталось 300 гривен на 4 дня. Нормально, хватит. Ммм. Хватит, да? Ну хорошо. А сосисочка сюда будет? Надо было раньше прийти, чтобы была сосисочка. Прижать умой и побыстрее надо. А что ж просто яичко и... Ааа, блин, мало, да? Как все плохо, да? Давай, пожалуйста, подойдет. Как все плохо, как всего мало. Вой, 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 вой. Какая вкуснятина. Что-то спрячь. А я буду есть как слон. Пуще как слон. Ешь как слон. Да? Угу. Я же беременная. Да, а я тоже беременна. Могу. Могу или я практикую? Молодец. Почему бы и нет? Молодец. Мой нас закончился.